Салют, чуваки, с вами Кит, возвращаемся в прохождение от Солота до Короля, и сейчас мы с вами будем бодаться со Стурской Империей. А перед тем, как мы начнём, хотелось бы передать приветствие и мою благодарность спонсорам канала Нортрону, Дарк Даку и Владе Картеру. Битва у нас, скорее всего, будет довольно-таки сложная, потому что расположение, так сказать, воинов у нас не алё. Так, а чё за... а, Дистри, это же лошадь, думаю. Кого это я подбил? Чё это за лорд? Впервые такое имя вижу. Уже забыл, что это лошадь, вообще. Ладно, не суть. У нас здесь, кстати, очень мало пешек, я просто часть из них отдал в гарнизон своей армии, поэтому такая вот фигня. Но из плюсов у нас 50 стрелков, которые с радостью, с радостью забадают всех противников. Но у меня ещё есть 30 новобранец имперских. На всякий пожарный, конечно, не использовать их не особо-то хочу, но думаю, придётся. Думаю, мне придётся. Ну что ж, пошла жара, блин, вот, воевать со стургами, конечно, не идеально, но из-за того, что у них металка есть. Это не сложно, это просто не очень порой. Так, всё, пешки давайте тоже в атаку, помогайте. А то чё вы тут расселись, там не две тысячи стрелки стоят, да, вам 10 человек. Так, ну всё, в принципе, время добивать стургов, ну вернее, то, что от них осталось. Добьём их уже окончательно, как раз новобранцы нам здесь помогут. От паскудники, ну ё-то, что вы творите, хватит в меня стрелами напихивать. Так, хорошечно. Я, кстати, за кадром ещё поигрался с кузнечкой, нашёл идеальный баланс, типа, как сделать отличные и дорогие, и самое главное, мечи. Наделал таких мечей штук 5-6, так что теперь мы с вами будем в баблишке просто... Ну, не купаться, ладно, но нам этого баблишка хватит за глаза, то есть спокойно можно будет содержать и нашу армию, и гарнизон, кстати, который нужно будет периодически пополнять. Замок, конечно, у нас с вами не алё, но всё же я планирую этот замок удержать, типа, мне-то главное, чтобы у меня было какое-никакое поселение. Так вот, имперских лучников я, пожалуй, позахватываю, они довольно-таки неплохие. Так, есть тут у нас воины, букеларии есть, тоже вещь хорошая. Ну, в общем, часть я продам, часть оставлю себе, тут уж как пойдёт, на самом деле. Типа, я бы сейчас часть из этих чуваков себе бы переманил, но зависит это всё будет от них. Кстати, я только сейчас заметил, что появилась вот такая вот полосочка, которая показывает, когда мы сможем присоединить того или иного чувака. Ну, как бы, я помню в патчноуте я как раз-таки зачитывал вот эту вот новую систему, которая как-то по-другому там рассчитывает вот именно сумму чего-то там, что позволяет нам переманять пленных. И как бы, да, я уже не раз говорил, что всё это дело изменилось. Мы будем получать что? Мы только что объявили войну Западной Империи, теперь мы заключаем с ней мир, и как бы, и мы будем получать, да, нет, я-то смело за, без проблем, мне вообще не нужна война Западной Империи, это не идеальный вариант. А тут мы ещё и будем получать деньги, а не отдавать. Это для меня прям какая-то новость, то есть, клёво, слушайте. То есть, где-то у нас здесь должна будет появиться такая фиговина, вот здесь, что мы что-то там получаем. А, вот дань Западной Империи 95. Какая тогда выплата дань, если мы сейчас как бы никому не платим дань, судя по крайней мере вот по этим штуковинам. Очень странно. Ну, ладненько, давайте в Марунат заглянем, продадим эти мечи, я специально вот до начала серии оставлял их, чтобы вам показать, что кого и как. Так, где у нас тут мои мечи? Вот они, вот они мои. Крошки. Идеальные штуковины, типа от 13 до 20 тысяч. Просто шикарные штуковины, правда вот деньжат не хватит, так и думал, так и думал, что деньжат у него не хватит. Ладно, крутой меч я, пожалуй, оставлю себе. Вот эти можно, кстати, спокойно переплавить. Валду, по идее, кстати, тоже, наверное, стоит переплавить. Учитывая, что она стоит 700, видимо, в ней что-то такое интересненькое есть. Так, плюс я ещё, наверное, заберу всех лошадей, то есть, мне это должно дать возможность, продать какой-то другой хлам, у меня же его скопилось, как ни крути. Так, ну всё, это мы, в принципе, переплавим. Этот меч денег мне хватит. Хотя, по идее, можно, знаете, посмотреть. Может, что-то из экипировки, если наконец-таки взять. Но, правда, в Ботанском городе у них не то, чтобы идеальные, ну, визуально, по крайней мере, шмотки, но, тем не менее, так странно. Типа, шлем подешевле, нежели остальные. А, стоп, 334 тысячи. Такой, что 50, 34, что за фигня. 334 штуки, это жёстко. Но, да, это здесь полный сет, вождя этого. А, нет, стоп, там другая немножко шапка. Хотя, этот, нет, нет, этот подходит для сета. Ещё на плечнике вождя, вот так и истинный Ботанец был бы. Жаль, что у вождя ублюдские такие наручи, ещё и не в белом цвете хотя бы. Но это как-то более-менее смотрелось бы. А так, параш какая-то. Но мне больше имперские доспехи нравятся. Прямо такие идеальные, ламеллярные, да? Вот, прям красивенько, красивенько. Напоминает как-то этот римскую культуру. Как ни крути. Ой, шок, контент тут. Так, наручи вождя нафиг. Это мы всё снова одеваем. Хотя, да, хочется всё же приодеться как-то. Может, нет, шлем полный мусор. Мне бы чём-нибудь мощненькое. Самые топовые плечи, насколько я помню, у этих. У Асараев, но топать, да, Асараев за плечами, что-то вообще не хочу. Я бы себе плащик взял, если честно. Ну ладно, 40 тысяч мы с вами получили. От империи деньги тоже будем получать. И, наверное, пора всё же кошмарить как-то стургов. Учитывая, что замок мой теперь как-то под защитой. Ну, то есть, стурги так далеко не заберутся. Скорее всего. Так, осаждает Сианон. Да, давно пора. Сианон тут отбили. Между сериями. Надо бы его себе вернуть. Кстати, интересно, нанять ли я смогу здесь людей. Да, по старой памяти здесь некоторые ко мне боль-моль относятся. И можно будет нанять. Мне хоть и люди сейчас нужны, но ботанцы, так сказать, не входят в мой список приоритетов. Даже стурги будут поинтереснее, если честно. Блин, забыл Эрту продать. Как, в принципе, и некоторых других сидящих у нас здесь ребят. Ну, чтобы они меня не замедляли, потому что я двигаюсь довольно-таки медленно. Всего 4,2. С такой кучей пленных мне оно нафиг не надо. Так, кого бы нам здесь продать? Давайте вот тебя, тебя. С турские лучники, это хорошо. Но я сфокусируюсь, пожалуй, на имперских. Так, здесь что? Имперский. Да, нафиг, ладно. В принципе, не горит. Так, имперский ровлячик скоро будет моим. Так что оставим эти тоже. Вот, вландийские арбалетчики, ветераны, не хотят за меня идти. Блин, жалко. Они мне нравятся. Если честно, в отличие от имперских. Есть в них что-то такое. Хотя, конечно, имперские 100% посильнее. Я как-то проводил тесты в кастомных сражениях. И, типа, имперцы на голову разбивали этих вландийцев. Так, кстати, давайте и в кузницу еще зайдем. Я вкачал одну фиговину, которая позволяет открывать больше чертежей. После крафта оружия еще. А не только после переплавки. Так что, в этом плане у нас прям карт-бланш какой-то. Так, главное здесь свои мечи, в общем, не расплавить. Случайно. И все будет по кайфу. Давайте создадим сейчас что-нибудь максимально мощное. Что у меня есть? 157 лажа. 182, блин, конечно, я могу его создать. Но он, скорее всего, получится кривоватым. И денег за него много не дадут. Но сложность на 200 уже можно будет выкрутить. Даже нет, не на... А, да, на 200. 206. И это задействует... Ну вот, жалко, отличную сталь на самом деле. Давайте попробуем. Ну да, мы сейчас кучу хламы откроем. Но мне, честно, больше интересно, сколько он будет стоить. 52 штуки! А на того определенно стоит. Прямо определенно. Он чуть не очень по скорости. Но, блин, вы посмотрите. Посмотрите, какая мощь в руке. То есть на 24 очка урона от взмаха больше. Ну, в плане дамага. Но я его, конечно же, продам. Безусловно. 50 тысяч мне сейчас на дороге не валяются. Это буквально половина моих денег. Так что почему бы и нет? Опа! Кузнечка. Переработать 2 единицы отличной стали в 1 единицу тамазской стали. 10% шанс создать прекрасное оружие, если выполнены уровни сложности. На самом деле идея хорошая. Но у меня, блин, проблемы с тамазской сталью будут в будущем. Я даже не знаю. Да ладно, пофиг. Давайте прекрасное оружие. Думаю, уж как-нибудь с ресурсами-то я разберусь. А вот создать прекрасное оружие не каждый день удается. Хочется вкинуть что-нибудь полезное, но кузня дальше прокачиваться не будет без этой фигни. Так что придется вкинуть еще. Тем более, еще эффективный плавильщик. Тоже как бы хорошая вещь. Да и переработчик тоже. Ладно. Короче, катим дальше. Нужно найти вражеских лордов. Немножко их подубасти. Надеюсь, они здесь где-то будут. Лэг. Отлично, мне подходит. Сколько здесь? 58. О, одни новобранцы. Может попробовать ради интереса на автобой и все это разыграть. Кстати, вроде бы его я давно отпускал. Если мне память не изменяется. Отношение сил, кстати. А, у него еще ополчение. Вот он, падла. И ополчение. Как бы здесь еще стрелки. Вот ополчение прям не в кассу, если честно. Хотя, блин, больше людей забьем. Так что по кайфове будет. Меня беспокоит то, что здесь пехоты будет много. То есть 100 человек пехоты только. А у меня... Почему показывает, что у меня стрелков? А, вот, 60 стрелков. Но по идее, с хорошей позиции она у нас должна быть хорошей. Мы должны этих ребят забивать просто на ура. По идее, с этого холма мы должны быть в состоянии втащить им только так. Поэтому давайте сюда. Свободный строй. Растянулись немножко, мои ребята. Как бы вас тут забабахать. То есть поставить так, чтобы вы стояли кайфовенько. Вот так, полагаем. Кстати, у меня реально 8 человек обычных бойцов. С чем это связано, я понять не могу. Но если русским языком... Вот. А если русским языком, то... Вашу мать. Что вы творите? Ё-моё. Стрелки. Вы уже скоро должны быть в боевой готовности, а вы творите какую-то дичь. Ладно, теперь хоть повернулись в нужную сторону. На том спасибо. Так, пятерок сюда. Кавалерию куда-нибудь вот сюда. Отойдите. Блин, ну противник, благо, не так уж и близко. А как мы до него достаем? Тут же 200 метров целых. Давайте, наверное, пока что не стрелять. Зря, типа, не тратить снарягу. Блин, этот паскудник еще на меня не нападает. Видите, в чем прикол? Это прям проблема. Типа, он должен был на меня напасть. Такой был план. Я его расстрелял бы на подходе. А в итоге этот паскудник, ну, прячется при том, что народу-то у него побольше. Значительно побольше. Я ему и навалить нормально не могу. Я еще никого отсюда вообще не вижу. Ну, давайте здесь попробуем их поставить. Как бы, как бы, есть шанс того, что это не такой плохой вариант. Но что-то все равно звучит как такое себе, учитывая, что у него всегда есть шанс свалить снова. Довольно-таки печально, может быть. Ладно, пока, наверное, подразню их немного. Ну, аккуратно, конечно же. У меня ведь щита-то нету, чтобы ловить вражеские плюхи. Ну, постараюсь как-то аккуратненько. Стрелы там на себя половлю. Все такое. Может, они сагрятся. Сейчас мои еще подойдут, начнут настреливать. То есть, должны быть пацаны вражеские под гнетом. И стрелы. Я тут еще других дразню немножечко. Чтобы они не свалили. Иначе для меня это будет печально. Ну, и чтобы моего коня не прибили, это тоже будет печально, само собой. Так, кавалериста на меня пустили. Ну, думаю, уж 57 моих стрелков с ним справятся. Ну, или сделаю это я. В принципе, мне это не тяжело. Кто это, интересно? Лорд, наверное, Лэг. Ну, кто еще может себя так вести? Где этот паскудник? Только что был здесь. Так, на миникарте вот где. Он решил, что, обойти всех моих, что ли? Нет, ну... Задумка, конечно, неплохая, но реализация что-то явно хромает малеха. А, так развел. Ладно, сейчас мы его подстреливаем. Думаю, это не проблема. Коня. Ну, коня тоже неплохо. Чтобы не отвлекал моих ребят. Сейчас он без лошади останется. И все, типа, и дразнить у тебя уже никого не получится. Паскудник. Давайте еще, пусть моя кавалерия подключится. Добьет уже этих козлов. А, вражеские пацаны уже побежали. О, черт. Да что такое, не фартануло? Ну, их прям много. Их прям много. Посмотрите на это дело. Мы много убиваем, безусловно, но этого мало. У них много щитов. Они прям защищаются неплохо. Мы видим хороший обстрел. Ну, они еще метательные. Ну, да, конечно, забываю про эту. Ботанскую черпу с метательным. Ну, я тут еще помогаю немножко нагнетать обстановочку. Ну, они уже убежать потихонечку начинают. Думаю, подойдет гораздо меньшая часть к нам. И можно будет просто пустить пешек. Да, наверное, так и сделаем. Пустим пешек, пустим новобранцев, чтобы лучников не ввозить в бой. Блин, зараза, лучники тоже пошли. Я просто не хотел, чтобы лучники у нас здесь отлетали, по ходу дела. Мне это прям вообще не кстати. Ну, ладно. Отлетели так отлетели. Наплевать. Мы потеряли тут всего пару человек. Зато противник, вот он пострадал. Прямо значительно. А, я вообще ни одного не потерял, кстати. Четыре раненых, конечно. Тут снайпер, чемпион, арбалетчик, авангард. Ну, короче. Всего по чуть-чуть я тут. Потерял, но это мелочи. Главное, что эти стульги бегут. Мы их уделали, при том даже с ополчением. Это очень хорошо. Сейчас добью оставшихся и поищем себе новую какую-нибудь жертву. Сейчас хочу протестировать фичу, которую мне подсказали где-то месяца три назад. То есть, как вы поняли, я создал своей жене новый отряд, дал ей пару человек, но это все мелочи. Вот, и мне подсказали такую фичу, что можно дать, допустим, вот эти вот крафтовые шмотки с отрядом типа из своего клана. И они их продадут сами где-то там. И тебе деньги за это принесут. То есть, тебе придется ходить по всяким городам, искать у кого из этих городов будут финансы, чтобы заплатить тебе. А вот, допустим, сейчас уже 50 тысяч найти в каком-то городе. Немножко уже сложновато. Дальше будет побольше. Типа шмотки за 100 тысяч. Вот такая вот фигня. То есть, я хочу все это дело протестировать. То есть, я даю им меч за 52 тысячи. Вот наш самый топовый. Она еще отношения со мной улучшает. Вот. И будем смотреть ежедневные поступления. Поглядим, что кого и как. Типа, будут ли мне с этого капать денежки. Ладно. Пока что наши ботанские лорды бегут за огромнейшей просто армией. Стургов хотят им навалять. И я их понимаю, на самом деле. Я бы тоже хотел им навалять. Но 800 человек. Типа, нас здесь от силы штук... Нет. Нас здесь от силы 300. Было человек 500-600. Но это все равно, типа, не то. Так. Серьезно? Наши обосрались возле Сианона. Там еще одна стургская армия, что ли? Поэтому наши вот только что сейчас все ломанулись. Не, ну если да, то это дичь. Лена... Сука, лесные бандиты? Серьезно? Подруга. Где? Где эта дура умудрилась попасть в плен лесным бандитам? Я понимаю, что нужно было дать ей армию побольше. Дал ей там человеку 8-10. Но, блин. Серьезно? Мечется 50 тысяч? Профугать так просто? Проверил, блин, называется. Ну да. Как бы мой косяк. Надо было как-то снарядить ее, что ли, для этого дела. Ну ладно. Попала в плен у лесных бандитов. Буду иметь в виду. Знать бы еще, где она именно тут в плен попала. Типа, скорее всего. Если она где и есть, то вот здесь, в этом убежище. Но топить в убежище к лесным бандитам, это та еще дичь. Поверьте мне. Хотя ближайших убежищ нету. Ладно, сейчас я быстренько самостоятельно зачищу это убежище. Посмотрим. Опа. Почтители были разбиты. Бои ульяна Собордина. Ну все, пока. Иф тогда. Хорошо. Но думаю, меч эта дура все равно потеряла. И мы его не увидим. К сожалению. Печально довольно-таки. Так, а здесь что? 20 пленных. Они разбили эту армию. Да е-мое. Я все пропускаю. Все самые интересные битвы. Как это печально, если честно. Так, тут кого-то нанимают. Давайте посмотрим. Где-то же здесь, блин. О, всякие эти. Ходят, чувачки. Должны же здесь где-то быть вратовские лорды. Вот есть Женева с армией. Блин, с радостью бы разбил. С наслаждением. Блин, еще одну армию тут собирают возле нашего порога. Но на 60 кавалерий я не попру. Кавалерия это моя слабость прям. Слово совсем. Вообще не умею ничего с этим делать. И у меня как бы мало еще этого. Как он называется? Влияния, чтобы кого-то нанять. Ну, типа, учитывая количество воинов, да. Со своим влиянием я могу нанять 100 человек. И все. Мне не хватает даже, чтобы нанять, типа, еще две сотни хотя бы. Довольно-таки печально. Но я большую часть влияния накапливаю, конечно же, в битвах. Я не просто так ввел политику. Вам, правда, забыл это показать. Но не суть. Я ввел военную корону, чтобы военные достижения давали больше влияния. Потому что зачастую я влияние буду получать чисто с этой фигни. Феодов у меня нет. Был бы у меня город, я бы ввел еще этот. Феодальное наследование. Хорошая была бы вещь. Но у меня нет у города. А получить по 0-1, типа, влияние, ну, такое себе. При том, что остальные кланы будут богатеть по влиянию. А я, типа, ну, останусь на том же детском уровне. Мне оно, в принципе, не надо. Ну, блин, здесь две армии врага. Они мне капец как покоя не дают. Союзные лорды что-то мнутся. Пошли бы вон ту армию забили до того, как она, типа, ну, сформируется. Было бы круто. А вот это вот, ну, что-то я хз, слово совсем. Типа, мы сейчас потеряем еще замок дополнительно. Эти ребята еще Ланок Хен пойдут осаждать. Ну, Ланок, наверное, мы защитим. Но дальше, что-то хз. Яна, 100 пехоты. У-ху-ху-ху. Яна, Яна, у меня для тебя капец какие плохие новости. Эта дурочка еще сама на меня напала. Видимо, она подумала, что ей поможет, типа, союзная армия. А, нифига. И она реально на меня мчится, посмотрите. Как говорится, галопом по Европам. Не, ну, жесткая, жесткая, что я могу сказать. Не у всех хватит яиц, так сказать, на это дело. Но в данном случае это скорее глупость, чем умное решение. Кавалерия немножко отойдите. Ну, все, они сейчас сами на меня подойдут. Мы просто их расстреляем на подходе. Вот и все. Подойдут поближе, пущу кавалерию, а потом уже новобранцев и пешек, и все. Из кавалерии, как таково, у них, кстати, всего один человек. Что вообще не страшно. Сейчас пойду сам разберусь. С этим человечком, чтобы он наши ряды как-то не разворачивал. Что обычно и бывает. Была бы кнопка, чтобы, как бы, наш строй вообще не разворачивался из-за этой фигни. Вот это было бы клево. Блин, чуть копьем поклебал и не получил. А вот лошадь получила. Так, валим. Они на меня, что ли, все? Походу. Ой, так, текаем. Мне нельзя сдохнуть. Нельзя ни в коем случае. Иначе мои ринутся в бой, как идиоты. И все, финита ля кометия. Так что нельзя. Блин, они уже, кстати, близко довольно-таки. Так, 70 метров. Все, давайте кавалерию. Чтоб она немножко их-то растормошила. А сам, пожалуй, подальше отойду. Блин, часть стрелков не стреляет из-за того, что они в гнезине находятся. Неловко получилось. Ну, ладно. Небольшая цена, если честно. Очень небольшая. Так. Говнище всякое в нас летит. Как я вижу. Лучники почему-то отошли здесь. Но не стреляют. Ладно, это самое главное. Стреляете, ребятки? Да. Тут ботанцы... Ой, тьфу, ботанцы. Стурги немного отвлеклись на нашу кавалерию. Так, давайте лучников поближе. Чтобы кто-то из них вышел из низины. Кто-то... Просто отошел от этих новобранцев и пешек. В общем, чтобы стрелять им было максимально комфортно. Кстати, наш кавалерий вообще не дохнет. К моему удивлению. Опа. Кто-то у меня сдох. Здесь два человека. Конный. И... А, все же два конника у меня подохло. К сожалению. Но, ладно. Можно всех направлять. Тут осталось, типа, 28 человек. Пусть и новобранцы поразвлекаются. И... Кавалерия будет меньше подставляться. Осталось-то чуть-чуть. И, скорее всего, большая часть дакстей. Они уже убегающие. Достались, типа, самые верные, так сказать, с турскому трону. Ну и все. Остальные. ГГ. Кстати, я вот не тестировал еще свой меч в бою. Вот эту вот двуручную махину. Ну, одну из них. Которую вот я сам самолично скрафтил. Поменял себе стандартный меч на вот это вот. И вот вывожу в бой. Вообще применяю в бою меч очень редко. А зря. Это прям отличная вещица. Жестко долбит. Но, думаю, где-то через пару серий я себе скрафчу фиговину, которая будет раз в пять круче. И, самое главное, мощнее. Буду просто по 100-200 урона с разгоном носить. Они вот так вот. То есть все делаю идеально. Но противники периодически выживают. Что, конечно же, недопустимо. О, махнулся. Ладно, бывает. Еще раз. Ладно, хоть так. Так хорошо. Немножечко эту армию мы с вами потормошили. Это радует. Опа. А сейчас будет заваруха просто божеская. Нет. Наши зассали. Да что ж такое-то, а? Тут не хватает им сильного лидера, который бы пошел и набил бы морды этим козлам. 16 кавалеристов. Вот это немножко поопаснее, потому что... А, 30 новобранцев. Типа не так уж и на самом деле опасно. Но 16 кавалерии, видите, они могут все на самом деле решить. Просто мне дичайше, дичайше поднасрать. У меня от кавалерии всего лишь 10 человек. Мне переманить кого-нибудь из своих запасов. Ну, типа из пленных. Так, а кто у них, кстати, из кавалерии? Давайте поглядим. Так, ботанский наездник. 4. Конный налетчик. Но это не самое прокаченное. Это 10 человек. Ну и, наверное, всякого по мелочи. Ладно. Давайте попробуем, что мы теряем, правильно? Уж такой армии я точно не продаю. Да, будут потери, но я не продаю. Это самое главное. Опа. А вот две таких армии явно для меня не лучший исход. Делаем вот таким вот образом. Так, здесь тоже вагон новобранцев. Ну и дровосеки. Это считается, что тоже новобранцев. А этого мы, кстати, догоним. Хорошо. О, еще и равнина кайфовенько. Так, они на меня пойдут или они? Блин, они сваливают. Это будет очень небыстрый бой. Так, ну, позицию более-менее неплохую мы с вами заняли. Из-за того, что мы на холме по врагам и можем немножко настреливать. Но противник решает убегать дальше. Вроде как, да? Они же отваливаются. 8-6. Да, не поймешь. То ли стоят, то ли все же сваливают. Реально понять не могу. Давайте, наверное, своих поставим поближе. Я не хочу, чтобы они настреливали просто в молоко. Это будет довольно-таки неприятно. Поэтому немножечко поближе. Опа, они на нас нападают. Шо? Вот сейчас и начнется. Месиво. Так, давайте сразу своей кавалерии прикажу атаковать. Чтобы она подольше их подержала. Но вдалеке главное, что меня волнует, конечно же, кавалерия вражеская. Они прям вообще мне не кстати. Если честно. Так что хочется, чтобы они были как можно дольше вдалеке. Вот моя основная армия. А так они немножечко, ну хотя бы половину кавалерии. Не то, чтобы закошмарит, но отвлекут. Как бы основная задача, как ни крути. В моей кавалерии, по крайней мере, так. Опа. Получил люлей. Кто-то тут. Отлично. С тургом начинают наваливать. Довольно-таки хорошо. И кавалерия, видите, мне не мешает от слова совсем. То есть лучники спокойно стоят и настреливают. Хотя вот тут немножко начинают покушаться. На целостность моего скроя. Но думаю, это не так уж и плохо. Типа несерьезно. Опа. Так, пора пешек выводить. Из спячки. Как бы несерьезно, конечно. Оу, ты чё, фраер? Ты свёк копьё себе знаешь, куда за сонь? От паскудник откуда конный лучник у стургов я читаю. А, это лордащики. Хренайся. Ну и всё, как бы. Вот и вся стурская армия. Нахваленная 200 раз. Закончилось? Чё у меня осталось? Блин, я потерял 5 кавалеристов. Ну, может не потерял. Может они, типа, просто ранены. Но, тем не менее, неприятно. По сути, там остались... Остались, да, вон кавалеристы. Вон ещё один. Ну, за дальнего переживать не стоит. Он пойдёт сейчас на лучников. Считайте, что сам самоубьётся просто-напросто. Это мелочи. А вот эти вот ребятки, конечно, могут ещё поднасрать. Что-то убивать там парочку моих людей. И всё в этом духе. Блин, хочется этого пешего засранца убить. Но налетать на него нет особого желания. Блин, по лошадям доставлять. Я что-то всё пытаюсь как-то их этот... Прибить собственноручно. Воу, вот это было мощно. Прям манёвр. Далеко играть стрел. Прям кайфовенько. Ну и вроде бы мы с вами всех перебили. Да, всего 3 человека у меня потери. Рыцарь, лучник, всадник. Всё-таки 2 всадника у меня померло. Лично ещё один лорд пленник. И обычных пленников у меня прям тема скопилось. Который, кстати, продать-то можно. Надо будет на этом деле заработать. Хотя, думаю, сейчас накапливать вагон пленников уже не особо резонно. Резонно, потому что я довольно-таки теперь богатый. И куда-сюда таскаться с пленниками это не очень. Я сильно себя замедляю этим делом. Так что, наверное, теперь если я буду брать всяких-нибудь пленников, то исключительно самых необходимых. Которых буду таскать регулярно с собой. О, Лэг опять. Господи, только его прибил, он уже вернулся. Козлина мордом. И вот, исключительно для того, чтобы потом их себе в армию взять. Не больше, не меньше. Ну что ж, дамы и господа. Думаю, пора завершать данную серию. Она немножечко задержалась. И мне пора записывать для вас уже следующую. Так что, на этом все. С вами был Кит и всем пока.